Есть такая страна, Калевала, Полыхает закат, как костёр, Манят нас тишиною привала, Серебристые дали озёр. Как баркасы героев былинных Острова на приколе стоят, Сколько сказок и песен старинных, Молчаливые скалы таят. Здравствуйте, уважаемые участники 14-х фортунатовских чтений! Мы рады приветствовать вас на нашем традиционном ежегодном мероприятии. Тема его сегодня звучит мелодично, как сам жанр, о котором мы говорим. Будут вечно хранимы народом, Калевалы, старинные руны. Открывают 14-е гуманитарные фортунатовские чтения Кошкина Людмила Ивановна, директор гимназии номер 30, заслуженный работник образования Российской Федерации, Ивавилова Наталья Ивановна, директор Музея изобразительных искусств Республики Карелия, Заслуженный работник культуры Российской Федерации и Республики Карелия. Дорогие друзья, 2020 год прошел в нестандартных условиях, но сложности и вызовы этого года не смогли повлиять на многолетние сложившиеся традиции, в том числе и в реализации совместного с Музеем изобразительных искусств Республики Карелия гуманитарного проекта «Фортунатовские чтения», пожалуй, самого долгоиграющего культурологического проекта в городе Петрозаводске и в Республике Карелия. Менялись темы, но всегда они отражали главные вехи истории нашей Республики. Несмотря на отсутствие живого контакта, я думаю, что мы и сегодня ощутим культурный код 2021 года, объявленного Годом Карельских Рун. Всем вам ощущение гордости за нашу малую родину, родную Карелию, переступившую 100-летний юбилей и сохраняющую культурную историю карельской земли многоликой. Уважаемая Людмила Ивановна, уважаемые педагоги, дорогие учащиеся, замечательный гимназия Петрозаводска номер 30! Сегодня мы с вами присутствуем на открытии 14-х «Фортунатовских чтений». Это большая работа, большой труд наших совместных партнерских проектов. И, конечно, тема сегодняшних «Фортунатовских чтений», она для нас с вами открывает историю жизни нашей замечательной республики Карелия. Год 2021 – это год карельских рун. Руны – это удивительные эпические поэмы, эпические песни. И совсем не случайно, что именно эпические песни легли в основу замечательного карело-финского эпоса Калевала. Этот эпос, который объединил культуру двух соседей – Финляндии и Карелии. И, наверное, для того, чтобы появился замечательный труд эпос Калевала, пришлось очень много поработать выдающемуся ученому Финляндии Ильясу Леонрату. Это был удивительный человек, который получил образование по трем направлениям. Он был и врач, он был замечательным доктором, он закончил гуманитарный вуз, он был еще и способным человеком, который умел хорошо шить. Вот видите, какие разные возможности позволили этому человеку увлечься собиранием различных эпических песен, различных лирических песен, поучаствовать в различных традиционных мероприятиях на земле Калевала. Особенно много он посещал поселений Беломорской Карелии. 11 путешествий совершил этот человек для того, чтобы собрать вот этот удивительный кладезь фольклорных песен и об истории жизни людей, которые жили много веков назад. И они позволяют нам с вами сегодня вернуться к истории, посмотреть, что было раньше, что осталось сейчас. Потому что традиции, которые были заложены в наших песнях рунических, лирических, в плачах, в заклинаниях, в традиционных обрядах, все это позволило нам с вами узнать о тех ценностях, которые эти люди пронесли через века. И не случайно совсем, что действительно вопрос жизни, смерти, вопрос преданности своему делу, вопрос выбора своей профессии, вопрос любви к своим землям – это все было изложено в этих песнях. Потому что люди пели о том, как они жили, что они делали, и к чему они стремились, и чего они хотели. Хотели, конечно, счастливой жизни, и чтобы счастье переполняло их дом, их сердца, их детей и будущих потомков. Поэтому Ильяс Леонард, собрав вот этот огромный материал, проявил и свое авторское творчество. Потому что в 50 рунах, которые включает эпос, запечатлены не только рунические, этнические песни. Там, конечно, присутствует и лирика, и самое главное, там присутствует и авторское прочтение. Потому что только Ильяс Леонард дал имена героям Калевалы, поскольку в песнях они просто обозначались там девы, мужчины и так далее. А он нашел им замечательные, красивые имена, о которых мы с вами знаем. И Вени Мёнин, и Лемен Кяйнин, и, конечно, замечательный образ красивой девушки Айна. И я думаю, что это не случайно, что вы выбрали именно эту тему. И я думаю, что она потребует у вас продолжения. А продолжением, я считаю, что должны послужить ваши экскурсии, посещения, открывшиеся нашей очень современной, удивительной выставки «Вселенная Калевала». Здесь вы не только что-то увидите. Здесь вы можете поиграть на кантели, поскладывать пазлы, увидеть щуку, из пасти которой был сделан инструмент кантели, прикоснуться к струнам кантели и вообще посмотреть, как наши художники разных времен, разного времени обращались к этому неиссякаемому источнику творчества. Как они представляли себе героев Калевалы, откуда всё произошло. Вы можете прочитать руны, которые позволят вам чему-то удивиться, чем-то восхититься и, наверное, откроют для вас новый мир познания. Я глубоко убеждена в том, что полюбить то, чего ты не знаешь, невозможно. Поэтому я вас всех приглашаю вместе с педагогами обязательно. Найдите время и посетите нашу выставку. Вы получите дополнение к тому, о чём вы будете сегодня говорить. В ваших замечательных докладах прозвучит много интересного. И вы также увидите на нашей выставке вот эту удивительную книгу 1949 года издания, полного издания эпоса Калевала. Я приглашаю вас, дорогие друзья, и хочу вам пожелать, чтобы вы по своей жизни шли очень уверенно, смело, чтобы вы не боялись трудностей и чтобы всегда вам на помощь приходили традиции нашего замечательного, удивительного карело-финского эпоса. Потому что там сказано обо всём. И то, что вы научитесь понимать друг друга, уважать друг друга, любить свою будущую профессию – это сделает вас просто счастливыми людьми, нужными своей республике, своей стране, своим родителям и своим будущим детям. Поэтому будьте счастливы, стремитесь всё изучать, познавать. И тогда вы будете жить самой интересной, самой прекрасной жизнью в нашей замечательной и красивой республике Карелии. Удачи вам, мои дорогие, успехов и обязательно приходите к нам. Сегодня, когда нашей богатой во всех смыслах республики исполнилось сто лет, мы говорим о её величайшем наследии, о своеобразной визитной карточке, которая представлена карело-финским эпосом Калевала и руническими песнями. Они уже давно стали многозначным и символичным культурным кодом Карелии и её народа. Об этом доклад магистрантов Петрозаводского государственного университета Макаровой Татьяны и Туркиной Анны, руководитель Казакова Мария Владимировна, кандидат филологических наук, преподаватель Петргу. Сегодня возрастающий интерес к калевальским рунам нам кажется отнюдь не случайным. Своё повествование нам хотелось бы начать с того, что всем известные руны Калевала лишь малая часть того нематериального богатства, которое сопровождало жителей Карелии на протяжении всей жизни. Руны обязательно исполнялись, например, во время обрядов, олицетворяющих переходные этапы жизни человека. Были свадебные и похоронные руны. Кроме того, существовали и руны для удачной охоты и иных бытовых дел. Многие виды рун мы можем увидеть в Калевале, бережно собранной и обработанной Лёнартом. Благодаря этой самой обработке в эпической поэме представлен не просто собранный материал, он помещен в наглядные ситуации, в результате чего появляется понимание о том, в каких жизненных обстоятельствах руны исполнялись. Карельская эпическая традиция на протяжении многих лет неоднократно становилась предметом исследований. И хотя рунопевческая традиция существовала среди всех локальных групп карелок, внимание чаще всего было направлено на руны Северной Карелии, где Элиас Лёнарот, а за ним и другие исследователи, собирали руны. Главным результатом работы Элиаса Лёнарота стала всем известная Калевала, которую сейчас принято называть эпической поэмой, так как она не является эпосом в полном смысле этого слова, ведь она создана на основе собранного материала, обработанного и объединенного в единое произведение Элиасом Лёнаротом. В таком цельном виде в народе руны, конечно, не бытовали. Та же народная поэзия, которую Лёнарот нашел в Карелии, была результатом длительного творческого процесса. Сам Лёнарот так описывал процесс распространения рун в народе. На празднествах или иных сходках кто-нибудь слышит новую песню и старается ее запомнить. Распевая ее при каждом новом случае перед новыми слушателями, он точнее помнит само содержание, чем дословно все обороты. Те места, которые он не запоминает дословно, он пересказывает своими словами, иногда, возможно, даже более красивыми, чем раньше. Если он забывает какую-нибудь мелочь, то, очевидно, чем-нибудь восполняет ее. Таким же образом поступают с песней последующие певцы, и песня понемногу изменяется, однако в большей степени в отдельных выражениях оборотах, чем по самому содержанию. Как известно, после публикации Калевала оказала огромное влияние на культурных деятелей своей эпохи и продолжает будоражить умы писателей, художников и музыкантов по сей день. Калевала вдохновляет. На сегодняшний день она переведена более чем на 60 языков мира полностью и на 150 языков в сокращениях и пересказах. Когда Калевала была опубликована, многие писатели, художники и музыканты как в Инляндии, так и в России видели в ней источник вдохновения. В Инляндии ею вдохновлялись, например, Алекса Скиви, Акселя Галлан-Каллэла и Анси Беллэч. В России Калевала тоже произвела большое впечатление. К сожалению, язык был препятствием к пониманию, но благодаря самому первому переводу, переводу Бельского, был дан старт творениям и с нашей стороны. Рейо Такала – карельский поэт и переводчик, член Союза писателей с 1971 года. В его поэзии наблюдаются многие калевальские мотивы, стихотворный размер, так называемая калевальская метрика, образы Калевала, мифической страны и современного поселка. Не только писателей вдохновляла Калевала. Художники тоже видели в ней кладезь идей для своих новых картин. Среди них были как пенские, так и карельские деятели искусства. Первое иллюстрированное издание в России было осуществлено в 1933 году издательством Академия. Над книгой работали 14 художников, представителей школы мастера аналитического искусства под руководством Павла Филомера. Новый этап в иллюстрировании калевала начался в 1949 году и был связан со столетием со дня издания Элиаса Леонера там полной версии калевала. Был объявлен всесоюзный конкурс на создание новых иллюстраций калевала. Победителями этого конкурса стали художники. Георгий Стронг, вторая премия Осна Бородкин и Мютмечев, третья премия, ну а первая премия никому не присуждалась. Стоит также отметить известные иллюстрации Тамары Юфа. Первая калевала с иллюстрациями Тамары Юфа вышла в издательстве Карелия в 1967 году. Это была книжка-сувенир карманного формата. Позднее Тамара Юфа разработала костюмы для карельских ансамблей Кант и Лейруна, а также оформили спектакль Кант и Литар в Финском драматическом театре. Калевала и музыка Вдохновляет калевала и композиторов. Наиболее значительный вклад в музыкальное воплощение калевала внес классик финской музыки Ян или на европейский манер Жан Сибириус. Именно после сочинения симфоний «Сага» и «Кулерва» по мотивам калевала к нему пришла известность. Кроме того, работали над калевалой и карельские композиторы. Например, композитор Гельмер Райнер Нестерович Синесава написал по мотивам калевала балет сампа. Александр Сергеевич Белобородов Советский и российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Республики Карелия и Российской Федерации, автор музыки государственного гимна Республика Карелия. На тему калевала он написал симфонию Кулерова, состоящую из шести частей, количество которых соответствует числу рун, посвященных Кулеровам. А теперь мы предлагаем вам прослушать одну из известных рун калевала в нашем исполнении на двух языках – на русском в переводе «Эйна Кьюру» и «Армоса Мишина» и на ливиковском на речи карельского языка в переводе «Синаида Дубини». Этот отрывок из 44-й руны, который повествуется о создании Венемейна своего второго кантеля и его чудесной игре на нем, вот именно об его игре на кантеле вы сегодня и услышите. Я вспомню, распеваем традиционный мотив для более легкого и атмосферного восприятия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дал жизнь Элиас Ленрат, талантливый ученый из народа, большой знаток фольклора, неутомимый его собиратель и пропагандист. Из огромного материала, оказавшегося в его распоряжении, он составил композиционно единый эпический свод и дал ему название «Калевала». Литературная жизнь народного эпоса. Так называется сообщение Осетровой Александры, учащейся 9-го Б-класса, руководитель Цветкова Галина Михайловна, учитель русского языка и литературы гимназии. Литературная жизнь народного эпоса «Калевала». «Калевала» – сборник рассказаний из финно-карейского эпоса. Он состоит из 50 песен, в которых рассказывается о героях, обладающих магической силой. При отсутствии связи с реальными историческими событиями, «Калевала» отсылает читателям к христианским верованиям жителей Кореи. Это карело-финская болезнь, воспетая в народных песнях. «Калевала» была составлена благодаря финскому языковеду Элиасулену. Он на XIX веке начал собирать эпические песни, производил отбор материала, пытался связать сказания с друг другом, чтобы получить единый эпох. Первое издание «Калевала» было выпущено в 1835 году. Лёдер поставил его на финском языке. В 1835-1836 годах она вышла в дверь в миле и очень скромным тиражом, в размере всего лишь в 500 из них. Однако Лёдер продолжал работать над поэмой еще 14 лет. Окончательная версия «Эпоса» была опубликована в 1849 году. Версия на русском языке была опубликована лишь в 1888 году. На русский язык труд Лёдера перевел поэт Бельский. «Калевала» хоть и не имела исторических оснований, но зато позволяла составить представление о религиозных обычаях «Карел» и «Фильм». Что касается самого названия, то его использовал для эпоса сам Лёдер. «Калевала» так называлась страна, в которой совершали подвиги героя эпоса. Создание «Калевала» потребовало от Лёдерта многих лет собирательской и состоительской деятельности. С 1828 года по 1845 годах Лёдер совершил 11 путешествий в поисках народных деятельностей. Он познакомился с десятками, если не сотнями руно-пецов в Финляндии, Карелии и территории Ленинградской области. Руны «Калевала» пели специальные анапевцы, обученные странники певцы, которые вдвоем обычно исполняли песни героического эпоса. Карелы создавали руны, в которых слово «энапев» существует неразрывно, поэтому исполнительные руны называли анапевцами. Это были самые обычные землебашцы, охотники и рыболовы. Руны пели в сопровождении кангеля, народного финского шьякового инструмента, представляющего собой вильянные гуси. Известно, что руно-пецовская традиция на севере Карелии насчитывает много веков. Она передавалась из поколения в поколение. Именно руно-пецовцы прославили Калевальский край. Элиас Лёна так и писала о посещении Калевии. «Я здесь уже три недели записываю руны, песни, сказки, пословицы, загадки. Записывать хватило бы еще на два месяца, а особенно сказок или историй, как их здесь называют. Они бесконечны». Руно-пецовская нить протянулась вплоть до наших дней. И сейчас еще можно услышать исполнение старожилов от ритки свадебных, эпических, колыбельных плесен и литературных. В 1984 году, благодаря людям, заинтересованным в сохранении истории своего края, был открыт музей Калевальских руно-пецовцев. В музее представлено более трехсотых декляров. В основном, это мемориальные вещи, сказители Калевальского края. Повествование корейских руно-пецов чрезвычайно насыщено изображением магических действий и волшебных событий. Это существенно отличает корейские песни от героических эпосов других народов. На первый план выступает знание. Достоящий герой должен знать происхождение вещей и явлений, понимать, откуда произошло зло, знать священные слова заговора. Древние верные ленинами не силой оружия побеждают его кахами, а знаниями о происхождении мира и умениями исполняют магические действия. А вот и в боевом искусстве, владимире мечом, он ему уступает опытному воину Ленин Кайми. Ленин строит лодку не только своими орудиями, сколько волшебным словом. Илмари создает сампа не столько из золота и серебра, сколько из пирали единого, из зерна очменного, из шерсти очины, из капли молочной, из куска беретенца. Здесь отразился взгляд первобытного человека на окружающий мир. Создатели и хранители рун верили в то, что, зная слово, они имели власть над существом, вещью или явлением, которое обраничало это слово. Многие из корейских руноперцев жили в Акнаволке. В Акнаволке самая известная руноперческая деревня. Другой такой самобытной деревней, меж тысячи, чем в России, не в соседней Финьонбии. Славу ее составили руноперцы. И в этом маленьком поселении лучшие времена не насчитывалось тысячи человек, зато всегда проживало несколько десятков исполнителей. Известная от ногорпы Стемлянии Элиас Лёвров не зря называла это место «Не иначе, как поющий в Акнаволке». Самым легендарным руноперцем в Акнаволке был архив от Лёврова. В 1834 году его посетил Элиас Лёвров. Два с лишним дня они записывали песни, исполняемые Лёвровым, под сопровождением Камбли. Исполнительское мастерство корейского крестьянина поразило Лёврову. Работая над Эбусом Калеволом, он использовал дописанные рунки, поэтическую манеру, приемы и логику изложения к крестьянину. Было записано более 6000 стихов. Также знаменита в Карелии и Мария Эмши. Она – одна из первых известных традиционных корейских рунопевцев, чье творчество сохранилось. Еще один известный рунопевец в Карелии – Петр Иванович Шемейко. В 1900 году Петрий Шемейко был приглашен на праздник «Песни в Хельсинки». Его игру наказали высоко от цены с низким композитом. В 1935 году, в честь столетия со дня первого издания кореонфинского эпоса Каневола, в сортовале на площади Ленингрена, был установлен памятник рунопевцу, изображающий шемейко с национальным инструментом Кантеля. Рунопевцы помнили большое количество сюжетов и могли петь, не повторяясь по нескольку дни подряд. Запомнить такое количество песен помогла система политических повторов. Также отличительной чертой был и простой тип фразы, которая состояла преимущественно из существительных и глаголов, с минимальным использованием прилагательных и наречий. Элиас Лёвли приходил к идее создания единого эпоса постепенно. Сначала он создал сборник Кантеля, песни которого представляют собой его собственные варианты с комбинированными из фольклорного материала. Потом он создает несколько поэм об отдельных героях. Например, поэма «Алина Кальвина», «Ленина Кальвина», «Свадебные песни», «Собрание песен о Ленина Кальвине». Собрание песен о Ленина Кальвине получило в науке название «Первокальвия». Оно состояло из 16 песен. Песни были связаны между собой. В них уже были и главные эпизоды, и герои будущей Кальвины. Детский вариант карелло-финского эпоса «Кальвина» появился в России лишь в 1953 году. Вышла книга, которая содержала пересказ Александра Лопатской, проинлюстрированный Николаем Качевным. Он создал две самостоятельные версии книги. Одну черно-белую, а одну черно-белую. Черно-белая книга по праву считается более сильной, более отвечающей северной темой эпоса, более пронзительной, как черно-белая фотография. Она намного сложнее северной. Крепкая, твердая, необыкновенной красоты деревянная обложка. Местами тесненная под структуру дерева. Взяв в круто такую книгу, трудно выпустить. В полном смысле слова это коллекционное издание. Матовая, милованная бумага, тонированная в молочный цвет, отлично читая лишний. Рисунки сложные, детальные, прожитые художником. Их красоту трудно описать словами. Это не рисунки, а картины, настоящие произведения искусства. В Национальной библиотеке Кореи хранится большая коллекция изданий Кальвелла. Их более 50. Среди книг есть настоящие раритеты, сувенирные и юбилейные издания. Некоторые книги на юностранных языках имеют автографы художников и переводчиков. Кальвелла оказала серьезное влияние на развитие культуры и искусства Финляндии и Кореи. 28 февраля празднуется День народного эпоса Кальвелла. Также этот день считается официальным днем финской петраевской культуры. В рамках празднования люди ставят сюжеты из Кальвелла. Именно в этот день, в 1835 году, Элия Селёнов, создатель этой не просто замечательной, а уникальной поэмы, скромно подписал по своими инициалами и предисловиями, после чего рукопись была принадлась по графу. Финно-карельский эпос произвел большое впечатление на Джона Толпина. По мотивам карелло-финского эпоса была создана великолепная феология властелина коллекции. Эпическая поэма и ее герои настолько многограммны, что каждый сможет найти себя самим. Родственные связи культур – вот то объединяющее начало, которое дает возможность человеку с одного конца мира понять другого, установить связь времен и поколений, разобраться в том наследии, которое нам оставлено. И все начинается с самого простого – мифов, легенд, преданий и сказок. Овчинников Федор, учащийся 8-го В-класса финно-угорской школы, попытался в своем исследовании найти родственников Бабы-Яги в наших карельских сказках. Руководитель Игнатькова Татьяна Владимировна – учитель карельского и финского языков финно-угорской школы. Доброго времени суток! Меня зовут Федор Овчинников. Мне 15 лет, и я учусь в финно-угорской школе в 8-м В-классе. И сейчас я бы хотел прочитать о том, как Баба-Яга ищет родственников в русских сказках. Моей целью будет доказать, что образы русской и корейской Бабы-Яги родственные, имеющие общие корни и происхождение, то есть родовой древо. Задача 1. Проанализировать образы основных женских отрицательных персонажей русского и корейского фольклора. Найти схожие и отличные черты этих образов. 2. Найти возможные варианты возникновения имени персонажей и, возможно, родственность имен. 3. Найти косвенные подтверждения выводов в других источниках. 4. Сравнивать будем мы Бабу-Ягу, Сюатар и Апку. Сразу же перейдем к концу. И хочу сказать следующее. Просматривая Бабу-Ягу, Сюатар и Апку, можно сделать вывод, что Сюатар не имеет ничего общего с Бабой-Ягой. Это совершенно отдельный самобытный персонаж скандинавского северного фольклора, на который вряд ли оказали влияние сказания и предания других народов. А вот Баба-Яга и Апку могут быть сводственниками, а может быть даже одним лицом. Возможно, север и общение с Чудью, а потом с Ханты и Манси, и другими аллографинами придало этому образу свои черты и краски. В образе Бабы-Ягу есть черты существа потустороннего, по сути, мертвого духа, и это как будто исходит из глубин истории. Взаимное проникновение и обогащение образов и их связь с духами предков, которые почитали и русские, и у графин, вероятно и привело к слиянию и усилению. Заповедный мир северных народов открывают перед читателем руны. Боги древности, великие герои, маги и колдуны оживают на этих страницах. Суровая красота северной природы с ее дремучими лесами, холодными озерами и величественными водопадами завораживает и увлекает читателей в невероятной красоты сказочный мир. Руны звучат в исполнении Рычковой Елизаветы, учащейся 2-го Б-класса гимназии, руководитель Мороз Юлия Сергеевна, учитель начальных классов. Огорченный Елка Ханин уезжает домой. Он спешит усидеться в стадии, опуститься на сиденье, уезжает с тяжким сердцем. Грустно едет он оттуда, к милой матери он и едет, он к родителям стремится. Он помчался страшным шумом, к дому бешено подъехал, а во вид сломал он сани и оглобли о ворота. Мать не знает, что подумать, а отец промолвил слово. Глупо сделал, что сломал ты эти сани и оглобли, что ты едешь, как безумный, словно бешеный примчался. И заплакал Елка Ханин, плачет горькими слезами, головой по ней плыва, шапка на стороне сбился. Губы сжатые, поплетнели, нос повесил он печально. Мать узнает, в чем дело хочет, хочет дело поразведать. Ты о чем, сыночек, плачешь? Чем мы перенес расстроены? Губы сжатые, поплетнели, нос повесил ты печально. Молвил он и ее пахали. Ох ты, мать моя родная, ведь со мной беда случилась, ведь со мной несчастье было. Век свой слез не осушу я, буду жизнь вести в печали. Ведь сестрицу, дорогую, дочь твою родную, Аню, я не мёйнину я отдох, чтоб певцу было женою, старцу слабому опорой, домик, домик хилом защиты. Каждый художник искал и ищет в Калевале свою тему. Одни видели в рунах поэзию труда, героические поступки, подвиги и приключения. Другие обращали больше внимания на красоту природы, характеры и взаимоотношения героев. Калевала обладает некой магической способностью завораживать, затягивать в свои поэтические образные сети. Об эпосе, как источнике вдохновения художников-иллюстраторов, рассказывают швец Милада и Мюллер Эмилия, учащиеся 5-го Б-класса гимназии, руководитель Бармина Ирина Валентиновна. Калевале свою тему. Кто-то видел в рунах поэзию, кто-то героизм, другие же обращали больше внимания на красоту природы или на величие героев. Право стать художником Калевала нужно было заслужить, и у нас в Финляндии проводились конкурсы, на которых отбирали самого достойного. 28 февраля 2015 года карелло-финскому эпосу Калевала исполнилось 180 лет. Первым иллюстратором в Финляндии стал художник Акселий Галлен Калевала. Его художественный образ героев и пейзажи очень реалистичны и тщательно проработаны. Зритель как будто становится участником происходящих сцен. Известный московский художник Мюд Мечип тоже принял участие в рисовании иллюстрации Калевая. Для этого он и ехал в Карелию, которая стала его второй родиной. Он путешествовал 7 лет, собирая самые разные материалы и ищет типажи героев. Было создано более 200 зарисовок акварелью и тушью. Его иллюстрации выходят очень живописными и живыми, и отчасти обобщенными и стилизованными. По работам художника можно четко понять, что его любимым героем стал старик Яни Мернин. Очень необычны коливальские образы петербургской художницы Тамары Юфы. Она была буквально околдована рунами Калевого и после окончания учебы поехала работать в Карелии. Было создано множество работ, наиболее удачными из которых стали женские образы. Айна, Мариаты, колдуньи Лохи и ее дочерей. Все они очень выразительны и изобразительны. Они не так реалистичны, как работы других художников, но завораживают взгляд ощущениями тайны и сказки. Первая Калевала с иллюстрациями Тамары Юфы была книжкой-сувениров карманного формата. Позднее художница разработала костюмы для корейских ансамблей Кантели и Руна и оформила спектакль в Финском драматическом театре. Многие годы напряженной работе отдал Калевале талантливый ленинградский художник Валентин Курда. Он был учеником Казимира Малевича и все же решил, что его призвание быть иллюстратором детской книги. Курдов работал над книгами Бианки, Киплинга, Скотта, создал их свои авторские книжки. Художник много раз бывал в Карелии и приехал на празднование столетия полного выпуска Калевала. Большое впечатление произвело на него пение Татьяны Перкинина, внучки знаменитого роднопевца Архивы Перкинина. В это время Курдов уже начал работать над иллюстрациями Калевая. Через какое-то время вышла книга, в которую вошло 50 черно-белых рисунков. Художник избегал фантастических и мифологических сюжетов, а выбирал бытовые сцены, в изображении которых чувствуется глубокое знание автора, природы, быта и культуры Карелии. Через 20 лет Курдов вновь возвращается к Калеве. Философски переосмыслив эпос, он создает новый цикл иллюстраций, удивительной силы и глубины. Рисунки он делал свинцовым карандашом, оставляя легкий прозрачный след. И посвечен их золотистой акварелью, напоминающей цвет дерева. Иллюстрации получаются многопланными, передающие образные и стилистическое богатство рву. Совсем иными представляются карельские образы на полотнах другого нашего современника, художника Владимира Фомина. Его творчество в основном относится к более неординарным направлениям, новым для иллюстрации Карелла. Цикл обьяними не радует глаз яркостью красок, стильной декоративностью с элементами финно-угорского орнамента. Они отличаются неповторимым стилем в изображении героев и окружающего их мира. Зачастую они напоминают цветную мозаику. Прессиональные выставки Фомина с успехом прошли в странах Скандинавии, Германии, США. Многие его работы находятся в художественных галереях и частных коллекциях по всему миру. Каждый художник творит свою Калевалу. Однако, каким бы разными ни были стили художников на искусстве, их творческие методы и стиль – эпическая поэма Элиса Леонрата. Остается одной из главных тем в искусстве Карелии и Кенли. В Калевале многократно упоминается Кантеле. Удивительный инструмент, древний, загадочный. В нем словно скрыта какая-то тайна, а звучание его завораживает волшебной лиричностью, раскрывая законы мироздания. В эпосе дается поэтическая версия изготовления Кантеле мудрым Вяйни-Мёйниным. Короб Кантеле откуда? Он из челюстей той щуки? Гвозди Кантеле откуда? Из волос коня у Хиси. Создан короб многострунный. Кантеле давно готово. А как сегодня выглядит наш главный народный инструмент – национальное достояние Карелии, которое продолжает жить и создавать гармонию в своем северном мягком ключе? Мы представляем музыкальную композицию Кантеле в исполнении Ивановой Екатерины, лауреата международных конкурсов, артистки национального ансамбля песни и танца Карелии Кантеле, художественный руководитель ансамбля – Магнитская Елена Викторовна. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Иванова, и я являюсь артисткой оркестра национального ансамбля песни и танца Карелии Кантеле. Сегодня я расскажу вам о замечательном инструменте Кантеле. В моих руках вы видите пятиструнные Кантеле. Это очень древний инструмент, история которого насчитывает более трех тысяч лет. В старину на таких инструментах играли только колдуны и шаманы. Кантеле считалось магическим и сакральным музыкальным инструментом. Со временем инструмент менялся, и на смену пятиструнным Кантеле пришли десятиструнные Кантеле. На таком инструменте возможностей уже намного больше, и на нем можно играть не только какие-то карельские традиционные наигрыши, но и, например, аккомпанемент для различных танцев и песен. В 20 веке появился самый современный вариант карельского Кантеле. Это Кантеле Прима. На таком Кантеле уже 39 струн, и струны расположены в два ряда. Верхний ряд струн соответствует белым клавишам фортепиано, а нижний ряд струн соответствует черным клавишам фортепиано. На таком Кантеле можно играть совершенно любую музыку, не только народную, но и академическую. Субтитры подогнали Симон. Зобовой Галине Евгеньевне, нашей коллеге, учителю русского языка и литературы гимназии, как никому из нас была близка удивительная тема карельских самобытных традиций культуры и литературы в частности. Этим она делилась со своими учениками. Неоднократно под ее руководством ребята становились участниками фортунатовских чтений и рассказывали о своих интересных наблюдениях по этой теме. К сожалению, ее уже нет среди нас, но в память о нашей удивительной коллеге мы попытались восстановить исследовательскую работу о влиянии карело-финского фольклора на создание поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслам» и «Людмила». Перед ней памятник поэту «Школа имени Александра Сергеевича Пушкина» звучит в названиях объектов нашего города «Улица Пушкинская», «Национальная библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина», «Перед ней памятник поэту», «Школа имени Александра Сергеевича». В судьбе классика особенную роль сыграл некогда губернатор Аламенской губернии Гавриил Романович Державин, который принимал экзамен у литвиного лицеиста Пушкина в Сарскосельском лицею. А сейчас мы решили задаться вопросом, какие связи с корейским краем еще мы можем поднимать. Например, был ли знаком Александр Сергеевич с корейским фольклором и как это отразилось на его произведение, в частности на поэме «Руслан и Людмила». Начнем мы с истории создания поэзии, затем обозначим в ней фольклорные мотивы и сравним ее с корейским фейнским эпосом «Калеба». Как известно, Александр Сергеевич в детстве воспитывался мяней Алиной Родионой, которая любила именно его вкусному народному творчеству. Поэтому неудивительно, что он решил написать богатырскую сказку. Кровно 200 лет назад, 7 апреля 1820 года, Александр Сергеевич Пушкин закончил свою поэму «Руслан и Людмила». Когда впервые читаешь эту книгу, начинаешь вспоминать различные народные сказки – «Кощей бессмертный», «Паба-яга», «Саревна лягушка» и другие. В поэме тесно перебрелись народные сказки и длинные, переработанные в творческой фантазии великого поэта. Поэма создана на основе сказок. На протяжении всего произведения поддерживаются артлёрные мотивы. Начало поэмы напоминает начало сказки. «Дверь в книге» – «Лукоморье дуб зелёное» и «Концовь». И танкин был, и нё две три. Зачем сказки? В толпе могучих сыновей с друзьями, в гребнице высокой Владимир солнцепировал. Присутствует образ князя Владимира, как и в русских бюллинках. Как и в сказках, присутствуют образы добра и зла. Добро противостоит судьбе, князь Русланг и волшебник Черномер. Повторяется сюжет из многих русских сказок, а также элементы композиции. У героев есть что-то, что им недостоверно, и они должны поспорить это недостаток. В данном случае у князя Владимира крадут дочь, а у Руслана – князь. Князь обещает спасителям, дочь, жены и полцарства. Это традиционное сказочное вознаграждение. Скажите, кто из вас согласен скакать за дочь и домограду? Кому я дам ее супруги полцарством прадедов моих? Как и в сказке, согласно всем ее композиционным канонам, герой предстоит сын, полный испытаний и борьбов. Как богатырь Илья Мурен и Илья Мурен, побежденного солдар и сборника, так и князь Руслан Черномер, котонку заседает против. Так же, как и Илья Мурен, Руслан сражается с пражеским бойством, с полцившим. В поэме присутствует образ спящей красави, который сможет разбудить его настоящий герой. И заканчивается поэма так же, как и во многих сказках. Веселый цвет. В детстве празднуя конец, Владимир, передница высокая, запировал всем детствам. Александр Сергеевич Пушкин не забыл и про целый ряд сказочных приемов и изобразительно-образительных средств языка поэма. Это трекратный повтор, наличие волшебных предметов, победа добра над злой. Еще есть эпизиты, например, «Ясный точек», «Чисто в доле», «Гипербола», «Сравнение», «Богатыр, как ясный» или «Орпу меч, как виду». Третья задача, которая стояла перед нами, сравнить отдельные эпизоды поэмы с рунами Калево. В обоих произведения авторские и основаны на фольклорном материале. В Калево, в Калево и в поэме Пушкина текст делится не на главы, а на рунных и веках. В Калево – десят в рун, а в поэме – шесть в течение. В обоих произведениях встречается образ дуба. Это символ мудрости, центра вселенной, дерево долгожития. В Пепосе дуб расцвесится огромный, да широких веток много, веток зелени, пустой, по небес вершины трех. А в поэме Руслана Людмила всем известным «Лукоморье будет зелено». В обоих произведениях происходит широкое празднование свадьбы. В Пепосе, когда Луки выдает свою дочь, да, пил Вадимина, и хозяйка угощает и поит гостей и кормит. А в поэме, когда снязь Владимир празднует свадьбу Людмила и Руслана. Владимир солнце пировал, Мишула с дочкой не выдавал. Оба свадебных пира сопровождаются игрой на национальных музыкальных инструментах. В Пепосе, где Лунин играет на канцелях, а в поэме встречаются овцы. Еще здесь образ красавицы, которую наберег муж или жених. В Пепосе, это красавица Полкина, старшая дочь Луки. После ее библии, Луки ругает ее Марино, а в поэме князь Владимир, и после ее пропажи, князь Владимир, и Руслана. В обоих произведениях есть мотив соперничества между мужчинами, которые сражаются людьми способами за сердце дедушки. В Пепосе, это Лунин, Лунин и Лунин, и Лунин и Канзь Владимир. А в Руслане и Лунин это Руслан, Фармас, Размир и Рогдан. В обоих произведениях есть образ пастуха, это Куйнирова и Старик Синь. Летом автор указывает на его национальную принадлежность, а не на имя. Значение этого образа велико, именно он помогает Руслане на его непростом пути. В этой сеть поэме есть свой персонаж, так называемый Дребитель, который строит в преграде героя. Хозяйка в Боксере, старуха Лунин, которая не отдала Лунин, а в Руслане и Лунине это Варшебник Черномор, который крадет Лунин. А еще есть колдунья на имя, которая поддерживает Черномора, его владея, и помогает сопернику Руслане. В обоих произведениях присутствуют Варшебные предметы. В этой сеть поэме является самка, предметных предметов. А в Руслане и Лунине это шапка-минька, меч, который побудет Черномора, Варшебное кольцо, которое дает Руслану Лунин. Благоперская голова, которая охраняла волшебный мир. Таким образом, мы видим, сколько общих фольклорных мотивов встречается в эпосикаде и в поэме Руслане и Лунине. В результате нашей работы мы изучили историю создания поэмы Руслана и Лунине. Проанализировали фольклорные элементы в ней. Предположили, что Пушкин был знаком в период работы над поэмой с фольклором Карелии, в частности с рунами. Сравнили отдельные песни с рунами Калева. Выявили сходство образов и мотивов сюжета и композиции. Удивительная близость обоих произведений с фольклором. Хочется добавить, что интерес к эпосу Калева у меня возник некоторое время назад. Недалеко от нашей дачи находится гора Сампо, посещая которую я каждый раз невольно возвращалась к сюжету Калево. Гора приобрела популярность после того, как в 60-х годах XX века в этих местах снимали советско-финский фильм «Сампо» по ландивам кареландинского эпоса Калево. Название «Сампо» прочно закрепилось в загородах, то есть скоро сюда потянулись тюрьмы, путешественники-искатели-таймы. Так она обрела новую жизнь в качестве интересных, природных и запримечательностей в окрестностях с федрозаводом. Как сохранить то грандиозное наследие, которым мы обладаем? Как научиться ценить то, что мы имеем? Как передать это ощущение бережного отношения к культурным реликвиям своей страны, своей родины, большой и малой? Все начинается с семьи, с трансляции семейного наследия, за которым следует передача культурной памяти целого народа. Об этом доклад Каракина Анастасии, учащейся 11-го Б-класса. «Семья в сохранении культурного наследия Карелии». Руководитель Каширина Наталья Александровна. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. На протяжении 10 лет я уже занимаюсь в фольклорно-хореографическом ансамбле «Колкусет». Его основала моя бабушка Каширина Наталья Александровна. Это было в 2013 году. Цель, которой следовала моя бабушка, это сохранение и расширение, популяризация культуры, народной культуры. Мы танцуем различные танцы, которые бытуют на территории Карелии. Также поем на карельском, финском языках. Но через некоторое время люди, которые приходили к нам в ансамбль, которые уже были участниками нашего ансамбля, и также наши руководители поняли, что нам этого недостаточно, и мы хотим чего-то большего. И в связи с мероприятиями, посвященными столетию Республики Карелия, мы решили поставить спектакль на тему калевальских рун. У нас это отлично получилось. Наш спектакль участвовал в различных конкурсах, таких как «Земля калевалы» и «Сокровища Карелии». Мы заняли первые места на этих конкурсах. Все труды, время и ресурсы, которые были вложены в постановку этого спектакля, были приложены не зря. И мы очень довольны результатом. Вы также можете посмотреть этот небольшой фрагмент, который будет дальше. «Сокровища Карелия» «Сокровища Карелия» «Сокровища Карелия» Субтитры подогнал «Симон» Красивая была страна Калева, и все в ней жили дружно и счастливо. В каменной пещере, в бенеменной горы, так, чтобы ничьи глаза не видели, спрятала хозяйка похьел чудесная самка. Да и одной крутится с рассвета до рассвета острая крышка. В кладовых у жадной злой ловки всего полно. А никому не дает она ни горстья муки, ни щепотки соли, ни самой мелкой денежки. Нет, не для того я увлекал чудесную мельницу самка, чтобы богатела жадная старуха, чтобы ломились ее кладовые. Послушай, друг, давай-ка смотрим корабль и поедем в мрачную похнелу. Не место для самка темная пещера. Пусть всем добрым людям на земле, всем, кто любит солнце, приносит самка свои дары. Стойте! Хочу быть третьим в вашем нелегком походе. У меня есть две сильные руки. Если прикажут им, возьмутся они за меч, послужат доброму делу. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Сегодня мы с вами будем создавать мастер-класс В смешанной технике Такой каваж, аппликация С использованием каких-то графических элементов Сегодня мы создадим с вами Такую страну калевала Если вы хотите сделать, например, стану похилы То она может быть тоже То есть по-разному сделать только цветовую гамму У меня вот здесь вот такая получилась работа На формате А3 Вы, конечно, можете тоже создать эту работу на большом формате Но я сегодня сделаю, возьму формат А4 Так как по времени, да, видео нам нужно немного ограничить Но делать я буду все то же самое И покажу вам принцип работы по созданию такой вот композиции Меня зовут Екатерина Сергеевна Юрко Я являюсь сотрудником Музея изобразительных искусств И сегодня мы с вами создадим такую работу Ну что, сегодня для работы нам понадобятся Разные кусочки бумаги Если у вас остались какие-то, может быть, старенькие, да, обрезки А все у нас пойдет сегодня в дело Это может быть бумага для печати Какие-то вот даже такие полоски, недорезанные бумаги Которые вам, может быть, не пригодились Но лучше их складывать всех в одно место И на самом деле из них сделать замечательную композицию Для работы нам еще сегодня понадобятся различные маркеры Гелевые ручки В данном случае у нас серебряная, белая, черная Маркеры разных толщин И понадобятся нам также для работы ножницы и клей Ну что, мы с вами начинаем? Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»